А много у вас тут ребят вообще таких? Не очень. Раньше было больше. Что нужно вести? Конечно, подростков с горящим сердцем, которым невозможно отказать. Если задаются вопросы и люди не могут на нее полноценно ответить, куда деньги тратятся, на какие нужны, почему конкретно эта сумма нужна и для чего, то все-таки это стоит задуматься. Подростков в синих футболках можно встретить в каждой точке города. Это пересечение республики Емельникайте. Здесь молодого человека сфотографировали в городском саду, а этого парня мы встретили на Герцена. Миша 15, подработку он нашел три недели назад. В день здесь можно заработать до 500 рублей. Парню платят процент от собранных средств за смену. Все, что от него требуется, не воровать деньги, мальчик сказал, что за ним следят. И проговаривать промо-текст. Я здороваюсь, говорю, помогите тяжелобольному ребенку. Потом я говорю, любая сумма важна. Кто-то говорит 5-10 рублей. Ты вообще еще что-то можешь рассказать про этого ребенка? Что это за ребенок? Честно, особо нет. Мне вот все, что рассказали. Чей-то ребенок не знают не только волонтеры. На сайте фонда помощи информация скудная. Федя Пуртов, ДЦП, Саратов. На какие процедуры собирают средства, непонятно. Тюменские медики о мальчике тоже не слышали. А вот Минздрав Саратовской области попросту отказался давать информацию о Феде Пуртове. Хотя с такими вопросами к ним обращаются не впервые. Информацию о детях, есть ли такое или нет, мы вам, к сожалению, предоставить не можем. Потому что так как это согласие родителей, все происходит. Даже если ребенок такой есть, и если у него такого нет, мы вам все равно сказать ничего не можем. В Тюмени у этого благотворительного фонда есть свой офис. Но двери там оказались закрыты. Офис не работает, закрыто. 803. Никаких опознавательных знаков тоже нет. В том, что здесь базируется фонд помощи детям из Саратова. По словам соседей, на представителей фонда жаловались, и поэтому они съехали. Приходили дети, приходили дети, а потом куда-то уходили. И шум на себя вели. Были дети, причем самые разнообразные, и по возрасту, и чуть ли не с велосипедами. Добиться хоть какой-то информации о благотворителях мы попытались на горячей линии фонда. Нет, да, вот все-таки, как бы, не знаю, какой-то там возможности, что деньги где-то пропадут или еще что-то потеряют. То есть такого не может быть, да? А скажите, пожалуйста, где вероятность того, что завтра у меня брошат какое-либо здание? Дополнительную информацию вы можете узнать у матери. У нас есть номер телефона на сайте в том числе. Можете позвонить, она вам все расскажет. Даже расскажет, насколько тяжело проходили роды. Дозвониться матери нам не удалось. Но удалось поговорить с полицейскими, которые в работе такого фонда не видят нарушения закона. И только дают советы тюменцам. Если информация все-таки, она на сайте, например, она неполная какая-то. Если задаются вопросы, и люди не могут на нее полноценно ответить, куда деньги тратятся, на какие нужды, почему конкретно эта сумма нужна и для чего, то все-таки это стоит задуматься. А вот общественный деятель, мама-ребенка, страдающего аутизмом, Гульнара Прадедова, считает, что это чистого вида мошенничества. Она автор социального проекта «Волшебный батут» и не понаслышке знает, что любая акция должна иметь разрешение на проведение. Мы видим этих подростков, которые ходят вообще свободно по улице, никаких акций нет. Они просто вот, очень их много, они собирают средства. Сейчас попрошайство, как вы знаете, убрали уже со всех городов, уже как-то вот их меньше и меньше становится. Этот бизнес угасает. Что нужно вести? Конечно, подростков с горящим сердцем, которым невозможно отказать. С фотографиями, все как надо. На самом деле это организованное мошенничество. Стоит отметить, что по адресу, на котором зарегистрирован фонд «Общие дети», числятся и другие компании. К примеру, клининговая, строительная, компания по очистке воды. Там также торгуют металлом и пластмассой. Поэтому помогать ли больным детям таким образом, решать остается самостоятельно. К сожалению, оставшиеся 200 тысяч доказать не удалось. Ремонтировали один балкон, только седьмой. Указали на помощь материальную. 53% браков заканчиваются разводами. Это официальная статистика 2015 года. В прошлом году все было еще хуже, 61%. Чаще всего расстаться мирно супруги не могут. Бракоразводные процессы одни из самых сложных и эмоциональных. Супруги делят не только совместно нажитое имущество, но и общие долги. Как раз о такой истории мы рассказывали в июле. После развода Ольга Самоленко осталась одна с маленьким ребенком и огромными долгами. Муж попросил ее взять кредит и потратил деньги на собственные нужды. А после того, как пара рассталась, отказался платить. С учетом того, что я ежемесячно на больничном с ребенком, у меня доходы порядка 35 тысяч. 24 тысячи это непосредственно платеж банку. И 12 600 я плачу за частный слайд, потому что муниципальный нам не дали. А вы что, вы живете? Золото сдаю, шубу продала, золотые часы продала, которые отец мне подарил на 25 лет юбилей. Пока, ну а больше жить уже не на что. Ольга обратилась с иском в суд и выиграла процесс. 500 тысяч из 700 было признано конкретно добрачным долгом моего бывшего мужа. К сожалению, оставшиеся 200 тысяч доказать не удалось. И они, соответственно, признаются совместно нажитым долгом, что впоследствии после гашения кредита, так скажем, наш семейный гражданский кодекс разрешает еще проводить один суд. И когда кредит будет погашен, вот эта сумма вся, включая пение, неустойки, просрочки, основную сумму, это все будет делиться пополам уже в рамках 45-й статьи семейного кодекса. Также по решению уже мирового суда бывший муж Ольги должен отработать 60 часов за невыплату алиментов. Программа о проблемах новостройки по улице Мебельщиков-6 в Тюмени вышла в эфир в начале июля. Дом начали заселять в прошлом году. Спустя несколько месяцев в здании обнаружились неприятные сюрпризы от застройщика. Шитается кладка, шитаются кирпичи. Здесь щель. Ну и так практически на каждом балконе. То есть есть риск, что кирпич вообще может выпасть? Ну, кто может выпасть, да. Такая картина была почти на каждом общем балконе. Жители дома опасались, что однажды кирпичи упадут на голову прохожим. Ведь балконы выходят как раз на сторону подъездов и детской площадки. Проблемы обнаружились и в квартирах. Через щели между кирпичами можно было увидеть улицу. Директор управляющей компании, которая обслуживает дом, заверил нас, что в ближайшее время недочеты исправят. Вот что получилось в итоге. Отремонтировали один балкон, только седьмой. И тот, который показали в сюжете. Также шестой и одиннадцатый балкон были повреждены. Они так и остались. К ним никто даже не приступал. Вот официальный ответ прислали, что просят предоставить список собственников квартир, в которых необходимо провести ремонты по устранению дефектов кирпичной кладки балконов с указанием номеров и телефонов. А про балконы общие ни слова не написано. Жители многоэтажки отступать не намерены. Они хотят, чтобы строители исправили все свои недочеты. Пожар на улице Саратовской произошел 27 июля. Люди выбежали из дома, схватив документы. Вся одежда, бытовая техника, мебель сгорели. Пожар начался примерно в час десять ночи. В этот момент в доме находилось семь человек, в том числе двое детей. И фактически спас всех этих людей случайный прохожий, который начал стучать в окна. Кто этот человек, погорельцы не знают, но мечтают найти его, чтобы сказать спасибо. Своего спасителя погорельцы так и не нашли. Впрочем, сейчас люди заняты решением куда более важных проблем. Семья Беловых до сих пор живет в бане. Их соседи на время переехали в гостиницу «Колос». Указали помощь материальную, получается. С городского бюджета выделили 100 тысяч и с областного выделили 50 тысяч. Которые мы можем потратить на строй материалов, бытовую технику и одежду. Больше мы их никуда не можем, потому что надо будет отчитываться в течение полугода. Больше никакой помощи нам не оказывалось. Временное жилье они готовы нам предоставить. Но сейчас, нам сказали в данный момент, у администрации нет такого жилья, которое нам положено не менее 6 квадратов на человека. В семье Беловых двое маленьких детей. Переезжать отсюда люди не хотят. Они боятся, что оставшиеся имущества украдут. Треть сгоревшего дома была в собственности Беловых. В 2014 году строение признали аварийным. И по плану должны были снести до 2025 года. Если бы не пожар, люди спокойно ждали бы расселения. Где будут зимовать семьи, пока непонятно. 11 мая они мне привезли. И вот поставили. Вот он крутил, вертел тут мне этот, ну, который устанавливал. А потом говорит, я говорю, я тебе подписывать не буду. Он собрался и ушел. Эту историю мы снимали в мае. Надежда Ивановна Сенцова почти за 7 тысяч рублей заказала двери у фирмы «Пенсионер», который 4 месяца тянул с установкой. А когда специалисты приехали, оставили щели в ней, не закрепив ее в проеме. Собственно, поэтому женщина и обратилась к нам. Мы сходили в офис, чтобы разобраться в ситуации. Но комментарии в фирме сразу нам давать не захотели. Исправить ситуацию нам пообещал менеджер. Правда, по телефону. И приехали, но не через два дня. Приехали. Ну, не доделали, в общем-то. Укрепили так-то. Дверь сейчас не считается, ничего. К слову, злополучная фирма «Пенсионер» входит в компанию «СТМ», на которую в Роспотребнадзор поступило уже 28 жалоб. «Пенсионеры» – одна из самых уязвимых категорий граждан. Мошенники очень часто пользуются их доверием. Поэтому более внимательными к родителям необходимо быть детям. Оберегать их, помогать им. Ведь двери Надежде Ивановне установили. А вот подпорченное здоровье уже не вернуть. Газ по льготной программе Любови Александровне Измайловой проводили в 2015-м. Ветераны труда и семьи с детьми-инвалидами тогда должны были его получить бесплатно. Но в итоге за голубое топливо около 30 жителям поселка Вензели пришлось заплатить самостоятельно. Документы льготников не ушли в управление жилищно-коммунальной политики Тюменского района. А специалист из администрации поселка Вензели, которая занималась этими льготниками, уволилась. Женщина превысила служебные обязанности и получила условное наказание. Только по другому делу. Скорее всего, что это была допущена ошибка. Поэтому будем разбираться. Я поняла, что в списке находятся и семьи с инвалидами, с детьми-инвалидами. И вот увидела, что учительница, ветеран труда, много лет проработавшая в школе, осталась без льготы. То есть я считаю, что этот вопрос нельзя оставлять без внимания. В ситуации пообещала разобраться начальник управления ЖКХ Тюменского района. Решить этот спорный вопрос, когда мы пришли к чиновнику, нас уверили – можно. Сегодня гражданин имеет право один раз только получить такую поддержку. Но если он ей не воспользовался, то такое право предусмотрено в административном регламенте. Он может обратиться при соблюдении соответствующих условий. Но все, что предложили льготницы – это обратиться в суд. Обращаться в суд Любовь Александровна не собирается. Говорит, силы нервов потратит больше. Женщине просто обидно, что чиновники уже несколько раз обещали решить проблему, но дело так и не сдвинулось с места. Льготой, положенные по закону, она так и не воспользовалась. Эту дорогу на улице Казачьей в Каменке Тюменского района сделали в начале лета. Но после первого же ливня канавы размыло, а грунтово-щебеночное покрытие по склону унесло в начало улицы. Ну она прям вообще вот сильно очень бежала. Как горная речка. Да, прям вообще как горная речка бежала вода. Весь забор вот там все замыло, все песком. Доделали бы до конца бы уж как-то нам, чтобы, не знаю, чем тут надо укреплять эти, все, чтобы песком не смывало все это. На строительство только этой дороги в 687 метров из областного бюджета выделили почти 7 миллионов рублей. Власти пообещали, что устранят все недочеты дорожники сами. К сентябрю. И сдержали слово. На улице углубили канавы и укрепили покрытие. Как поведет себя дорога, теперь покажет время. Кстати, этим летом в Каменском муниципальном образовании отремонтировано 6 километров дорог. В этом году закончился ремонт улицы Ирбицкая, заречная часть. Ждали мы ремонт этой дороги с 2014 года. В этом году заасфальтировали эту улицу. Причем все было сделано по современным стандартам. Были установлены ограждения для тротуаров, сделан тротуар. Особенно ждали жители тротуар через мост. Программа «Честный случай» выходит на телеканале «Тюменское время» каждый день в 13.55 и по субботам в 17.30. Если у вас есть запутанная история или вы стали жертвой обмана, вы можете обратиться в социальных сетях к нам, авторам программы, мне Екатерине Кальченко и моей коллеге Анне Княжевой. И мы проведем свое собственное расследование и разберемся в вашем частном случае. Реалтор злой говорит, что за миллион отдают. Ну, я обрадовалась, даже не смотрела. На доме имеются трещины. Заявленное СОМ событие не является страховым случаем. Комнату в пансионате на Харьковской 60 Виктория купила в 2015 году, взяв ипотеку в одном из банков. На 1 миллион рублей, а именно такую сумму одобрила кредитная организация, девушка смогла купить лишь это жилье. Мне уступили, ну, и риалтор злой говорит, за миллион отдают. Ну, я обрадовалась, даже не смотрела, так, зашла быстро, глянула, к тобою было заклеено и купила ее. Ну, и купила, ну, вот, и оформила ее. Мне два страховых договора, как обязательно сказали. Но я тогда не обратила внимания, ну, подписала оба договора. Они мне еще похвалили, говорят, вот, если что-то с вами случится, вашим детям компенсацию выплатят. Спустя несколько месяцев дом, в котором купила квартиру Виктория, признали аварийным. Управляющая компания заказала экспертизу, которая и подтвердила, строение нужно сносить. На доме имеются трещины, но эти трещины появились до момента того, как наша управляющая компания взяла его в обслуживание. Трещины появились в 1989 году. На трещинах установлены маячки. Состояние маячков нестабильное. Поэтому в 2015 году по просьбе собственников дома нами было проведено общее собрание. На общем собрании было принято решение о проведении инструментальной экспертизы. На основании данных этой экспертизы дом внесли в список аварийных и подлежащих расселению. Сделать это должны до 2027 года. Кстати, местные жители потребовали провести обследование своего дома после случая на Харьковской 52А, где обрушился угол пятиэтажки. Угол дома на Харьковской 52А рухнул весной 2015 года. Это произошло вечером, когда люди уже пришли с работы, но еще не легли спать. К счастью, во время обрушения никто не пострадал. Жильцы успели покинуть свои квартиры до того, как угол пятиэтажки упал. Мои сноха и сын, и маленький ребенок были дома. Был как хлопок, и она как раз в комнате была, и пол заходил, вот так ходуном говорит. А у нее как раз сватя моя пришла, ей тоже пришла к ним. У вас, говорит, что, так каждый день бывает? Ну, сами понимаете, дом ходуной, ходуном заходил. После этого случая тревогу забили собственники квартир соседнего дома, расположенного по адресу Харьковская 52Б. И, как оказалось, не зря. Их пятиэтажку тоже расселили в экстренном порядке. Вот здесь, на этом месте, стояли те самые печально известные дома. Харьковская 52А и Харьковская 52Б. Когда один из этих домов рухнул, заволновались жители всего микрорайона. Ведь местные пятиэтажки строились примерно в одно и то же время. Конец 60-х, начало 70-х годов. И все эти дома сейчас находятся примерно в одинаковом состоянии. Изношенные коммунальные сети, подъезды, в которых давно не делали ремонт. А некоторые строения нуждаются в капитальном ремонте. Узнав о том, что дом подлежит сносу, Виктория Озерова обратилась в компанию с требованием выплатить ей всю причитающуюся сумму страховки. Однако та платить отказалась, заявив, что причиной аварийного состояния здания является несвоевременное обслуживание. Не проведение текущего ремонта, а также отсутствие капитального ремонта за период эксплуатации дома 46 лет. Виктория обратилась в суд и выиграла. Но страховая компания подала апелляцию. И суд второй инстанции первое решение отменил. Сейчас Виктория готовит документы для подачи кассационной жалобы. По мнению юриста Ярослава Ильина, шансы выиграть невелики. В договоре страхования подробно прописано, в каких случаях клиент может получить выплату. Четко сказано, что заявленное СОМ событие не является страховым случаем. То есть признание дома аварийным. Потому что износ, который получился у дома, он получился в течение длительного времени. И дом попросту не обслуживали должным образом. Поэтому, представляете, что если перечень существует соответствующий рисков, от которых страхуют жилые помещения, например, то там этого попросту нет и не может быть. На момент оформления ипотеки у Виктории был один ребенок. Теперь двое. Официально она мать-одиночка. Вот уже 4 месяца девушка не вносит платежи по кредиту. Все равно эта квартира непригодна для жизни. Ну, страховку мне не выплатят. Лучше просто тогда ее бросить, наверное, уже и заново начинать все. Банк требует погасить долг полностью. Виктория сделать этого не может. Продать квартиру нельзя, дом аварийный, а значит все операции с недвижимостью в нем запрещены. Мордочка у нее была разрублена от носика до черепа, а глаз не поврежден. То есть вот так вот напопала мордочка, а глаз был выколот. Я не отказываюсь, что я это сделала вместе с мужем. Я не собираю свою вину, сознаю. В настоящее время по данному факту органами дознания межмуниципального отдела Тюменский возбуждено уголовное дело. Она лежала вон там вот. То есть ты подошла туда, да? Да, я подошла и просто вижу, что у нее нет глаза, что там просто кровь оттуда течет. А потом я увидела, что у нее уже череп, что у нее череп расколот и все. То есть ты закричала? Да, я очень испугалась, я закричала, потому что я не ожидала, что они правда смогут. Эта трагедия произошла в Кулаково. Любимицу Марту, умирающую от увечья, первой увидела Алина. Девочке всего 12 лет. Зрелище повергло ее в шок. Собака лежала в луже крови. Они – это соседи семьи родиных. С Марты хладнокровно расправились топором. Не было у нас сомнений, кто это сделал. Но они не скрывали, они этим гордились. Кого? Полицию не вызвала ветеринарку, потому что я увидела, что ну все уже, спасать некого. Единственное, что только дождаться ее смерти. Собака Марта оказалась в семье родиных полгода назад. С ней в Кулаково знакомы многие. Она и правда периодически выбегала за ворота. Но вреда, по рассказам местных, никому не причиняла. Собственно, поэтому ее ранее и помогали пристраивать волонтеры. Эта собака совершенно адекватная, ласковая собака. Она подходила ко всем. И почему-то мы и старались ее пристроить, потому что для собаки была опасность, что она может поластиться, принять пищу от кого-то. Поэтому мы ее и пристраивали. Собака к людям адекватна. Но у соседей, пришедших с расправой, было другое мнение о собаке. Они предположили, что собака выбежала, что она бежала по улице, схватила их щенка. Маленького. Там были дети. Дети напугались. Эту версию по телефону нам подтвердила и сама соседка Ирина. И даже нашла объяснение такой жестокости. Я была не одна. У меня муж тоже есть, у которого тоже произошло все это на глазах. Он как раз шел со своим, давайте так в кавычках, знакомым. Я не хочу, чтобы они знали, кто это был. Я не отказываюсь, что я это сделала вместе с мужем. Я не собираю свою вину, сознаю. А у вас цель была какая? Вот, я не знаю, обезвредить собаку, убить ее или просто причинить вред какой-то? А чтобы тоже хозяева подумали. Потому что, когда предупреждаешь, видимо, он посмеялся нам в глаза, приходил к нам. Когда у меня кошку загрызли, хорошо, там у меня не было никаких доказательств. А вот коллеги Ирины ранее были хорошего, а не мнения. Женщина устроилась на работу недавно, но обязанности выполняла достойно. До сих пор не верят произошедшему. Вы удивлены? Я, да, лично. Потому что я собаку очень люблю, и для меня был шок. Что мы живем вместе с таким человеком. Я увидела, когда она написала, что она рада, что она радовалась этому, я была вообще в шоке. Если судить по тому, что у нее есть дети, какой она, например, им поддает, не знаю. Пока взрослые так выясняют свои отношения, девочка Алина наблюдается у врача. Гибель собаки – тяжелая травма для ребенка. Будете собаку заводить новую? Собаку новую пока что не знаю, но, наверное, будем. Нам говорили, что мы, когда уточняли у психиатра, сказали, что надо бы, но мы пока что не знаем. Я до сих пор пью таблетки успокоительные, чтобы нормально спать. Потому что я закрываю глаза, и у меня перед глазами просто вот ее разрубленная голова. Делом занялась полиция. В настоящее время по данному факту органами дознания межмуниципального отдела Тюменский возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 245 Уголовного кодекса Российской Федерации. То есть это жестокое обращение с животными, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Дознаватели проводят следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, ну и, соответственно, сбор доказательной базы для закрепления уголовного дела. Живодерам может грозить колония, но зачастую они отделываются лишь штрафами. Ужесточить закон в Госдуме хотят давно, но слушание пока переносится. Тем временем только в Тюмени за последние два месяца. Это третий подобный случай. Это Линда. Над ней вензелях маргиналы издевались несколько дней. А этого шарпея мужчина зарезал и выбросил с девятого этажа. Сейчас пострадала Марта. Случаи просто вопиющие. 16 и 17 сентября тюменцы планируют выйти на митинг в защиту животных. Ведь закон нужен уже сейчас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин